Я сегодня просыпаюсь и вижу эту кучу недовольных сообщений, причем все практически от мужчин. И напрашивается вопрос, что я вам плохого сделала. Хотя это риторический вопрос, потому что мне вообще пофигу, кто там на кого обиделся. Очень странно, что вас, мужчины, обидела просто какая-то девушка в интернете. Но сколько же вы желчи выливаете на людей просто так? Я представляю, как вы реагируете на жалобу своей женщины. Также не зря я отказалась от мужчин, потому что с такой дичью не просто бороться невозможно, а нет смысла, потому что в этом всем просто нет смысла, во всем, что вы написали. Знаете, как-то давно я еще пыталась оправдать мужчин, их поступки, что они якобы лучше нас, рациональнее где-то, мудрее. Но нет. Я вообще сняла ролик про Яндекс и про конкретного водителя. То есть там нет ни имени водителя, я водителя не снимала. Про водителя там буквально пару слов вначале, потому что я конкретно в тот момент была недовольна. В целом видео тупо про Яндекс, но куча мужчин почему-то приняли это на свой счет. Ну обычно так делают только женщины, ну либо очень слабые люди, которые все, что говорят вокруг, принимают на свой счет. Это очень неуверенные в себе люди. Сколько же неуверенных в себе людей набежало под ролик про Яндекс такси. Я просто в афиге. Ладно бы там набежали жены своих мужей таксистов и как бабы базарные начали бы там писать мне недовольные свои комментарии, но мужчины. Знаете, хотелось много каких-то обидных слов наговорить, чтобы прям конкретно задеть, потому что многие пытались там меня задеть в комментариях. Но я поняла, что нет смысла в этом, потому что... А зачем вы и так желчные до мозга костей люди, которые будут в любом случае продолжать делать подобную дичь, не входив в положение другого человека, не разобравшись с ситуацией, продолжать давать советы непрошенные. Я хочу здесь только пожелать благоразумия тем людям, которые вечно всем недовольны, особенно женщинами, как вы можете вообще быть женаты, выливая на других такое говнище. Я уверена, это от неудовлетворенности какой-то, то есть не обязательно физической. Это эмоциональная, может быть, неудовлетворенность. Ну ладно, мы здесь диагнозы не ставим. Просто хочется пожелать всем удачи, чтобы вам больше ни один ролик безобидный на YouTube или будь то шорс какой-нибудь не нанесли никакой моральный и душевный вред, чтобы вы не страдали. Просто закрывайте ролик и не смотрите дальше. И идите помедитируйте, идите, поговорите со своими какими-нибудь домочадцами, которые вас должны же радовать, правильно? Просто займитесь тем, что вас может успокоить, порадовать и умиротворить. Мы не будем дружными, конечно, но хочется, чтобы мы все были гораздо адекватнее, чем то, что показало полпланеты практически, обиженок в лице мужчин. Будьте здоровы!